Я хочу всех поприветствовать, зрителей интернет-канала Russia.ru. Безусловно, для Украины, для нас было очень важным, чтобы наши граждане знали правду о событиях на Южном Кавказе. Мы побывали, комиссия, которая ведет расследование, поставок вооружения в Грузию. Мы накануне были в Южной Осетии. Мы собрали очень много информации, материалов и хотели вместе с показом сделать краткий отчет о своей поездке. В кадрах фильма очень наглядно предъявлено, как использовалось украинское вооружение, танки, крупнокалиберные пулеметы, другое вооружение против мирного населения и российских миротворцев. Безусловно, это то, что пугает власть, и она этого боится очень панически. Поскольку Украина в первые дни конфликта находилась в очень серьезной информационной блокаде, и пропаганда навязывала образ России как агрессора. Расследование, которое мы ввели, безусловно, вскрыло не только недостатки и злоупотребления коррупции в сфере экспорта вооружений. Мы реально столкнулись в Украине с цензурой, с активными действиями правоохранительных органов, которые сегодня просто вне правового поля в государстве. И я думаю, что как раз это расследование показало, в каком состоянии сегодня находится украинское общество и власть. И для нас неприемлемым является то, что, понимая свою ответственность, эти люди пытаются любым путем воспрепятствовать расследованию. Поэтому мы нацелены были только на одно, любой ценой показать этот фильм. Это место уже было выбрано в третий раз. Были приглашены на показ огромное количество иностранных послов. Мы пригласили ведущие западные информационные агентства и средства массовой информации. Были такие крупнейшие международные организации, как ОБСЕ, Красный Крест, как представительство ООН в Украине. И когда буквально за час до показа нам объявляют о том, что гостиница отказывает нам в зале, который был заранее арендован и оплачен. И здесь возникла ситуация, знаете, достаточно комичная, потому что это происходило на глазах у тех людей, которые и представить не могли, что в демократической Украине можно сегодня проводить такие откровенные провокации. Были вынуждены даже активно устроить показ непосредственно в холле гостиниц. Но пока устанавливали аппаратуру, работники спецслужб вместе с менеджером отеля просто взяли и украли экран. Это зафиксировали многие телеканалы, телекомпании. Та провокация, которая была организована, лишь показала истинное лицо сегодняшней власти в Украине, которые абсолютно ничего общего не имеют со свободой слова, с правами человека, с демократическими ценностями. Я убежден, что резонанс, который возник, формировал большой интерес к этому фильму. И я уверен, что нам все-таки удастся в ближайшее время просто показать его в самом парламенте вместе с предварительным отчетом нашей комиссии. Я убежден, что природа сегодняшнего политического кризиса в Украине, экономические проблемы, она как раз концентрирована именно в вопросах безответственности этой власти, которая все эти четыре года пыталась навязать стране абсолютно чужую нам идеологию, которая делает все для того, чтобы разорвать наши отношения, прежде всего, с Российской Федерацией. Мы должны не только строить отношения межгосударственные таким образом, чтобы обеспечить, по крайней мере, развитие в вопросах гуманитарной политики, науки, культуры, но и с точки зрения наших экономических возможностей. Общий рынок, единое экономическое пространство для наших стран это даст не только дополнительные возможности, дополнительные доходы, но и сможет, по крайней мере, противостоять любым попыткам дестабилизировать ситуацию и внести в наши отношения какой-то раскол. Я понимаю, насколько сложны сегодняшние отношения власти, государства и общества, и насколько уровень коррупции, злоупотреблений давлеет над попыткой человека просто обеспечить свои самые естественные жизненные потребности. Я не понимаю, когда касается и проводится провокация определенной противоправной действии лично в отношении меня, то на что может рассчитывать простой человек, который не в состоянии защитить свои права в судах, который не в состоянии добиться того, что он имеет право по Конституции, по законам Украины, который не в состоянии просто дать, знаете, высказать собственное мнение, потому что Украина за весь этот период, несмотря на то, что на псевдодемократических лозунгов эта власть получила определенную поддержку, они боятся даже простых вещей, как создать нормальный институт референдумов, чтобы люди сами сказали. На каком языке им лучше говорить? Вступать ли должна страна в НАТО или мы фактически должны себе создать внеблоковый статус? Либо мы должны определять те вопросы, которые сегодня ближе к каждому человеку, и его мнение должно ложиться в основу государственной внутренней внешней политики. Поэтому я убежден, что мы обречены на перемены. Украина не в состоянии испытывать колоссальные проблемы, когда данная политика просто делает многомиллионный народ заложниками отдельных амбиций, интересов тех людей, которые сегодня руководствуются в большей степени рекомендациями из-за океана, вместо того, чтобы опираться на национальные интересы и служить своему государству и своим людям. Продолжение следует...